Добрый день, дамы и господа! С вами лучший ведущий, неугомонный Блейдер. А, нет, мне больше нравится старая заставка. Фух! Привет, друзья, подписчики мои! Ну что ж, сегодня я раскрою великий обман Бейблейд Бёрстов. Да, для кого-то это может стать шоком, для кого-то может нормой, кто-то может об этом знает. Ну, хотя вы напишите, что мы об этом знали. Но не суть, пишите в комментариях. В общем, суть сегодняшнего видео в том, что у Бейблейд Бёрстов есть четыре вида типов Блейдов. То есть это атака, выносливость, баланс и защита. То есть четыре. Но, друзья, обман заключается в том, что на самом деле их всего два. О, четыре. Два, в общем, есть атака и есть, наверное, баланс. Так будет круче. Атака и баланс. Два типа, всего лишь два типа. Потому что атакующий Бейблейд начинает вращаться и бить соперников. А выносливость, защита, баланс, это всё ерунда, это всё одно и то же. Либо Блейды стоят в центре, либо сначала бегают по арене, а потом становятся в центре. У меня здесь есть разные типы, и выносливость, баланс и защита. Сейчас я буду ими играть, покажут вам, что разницы-то особо и нету. Ну, может, там есть, но это такая мелочь, такая ерунда. Поехали. Поставим арену. Так, у нас Арчер Геркулес. Какой у него типа? Ну-ка, расскажите в комментариях мне, защита, выносливость или баланс. Сейчас вы увидите, что это всё одно и то же. Итак, поехали. Немножко, немножко, видите, вращается. Ну, что это? Защита, что это? Баланс, выносливость. Всё равно он бегает по арене, ну, немножко, и занимает центр. Видите? Покрутился, занял центр. Что это? Выносливость. Давайте его остановим. И поехали дальше. Имперер Форнеус. Вроде бы защита, да? Ну, давайте посмотрим его в деле. Ну, вот он сразу занял центр. Что это? Защита сразу в центр, хотите сказать, занимает? И немножко продолжает, видите, вертеться. Давайте его тормознём. Дальше. Уайлд Вайбран. Вроде тоже защита. И тоже устремляется в центр. Дальше идём. Сторм Сприган. Вроде бы на балансе. И тоже занимает центр. Сразу же. Ой, немножко он рассыпался. Край Сатан. По-моему, защита. О, оторвалась юбочка. Поехали. И опять Бэй у нас в центре ринга. Грин Твин Немезис. Без понятия, что за тип, но он должен тоже в центре ринга вращаться. Ну да. Немножко прерывисто, но всё-таки он вращается в центре ринга. Ну сами, да, посмотрите. Тормози-ка. Дальше. Кербеус. Кербеус. И опять занимает центре ринга. Дальше. У меня тут есть Твин Немезис. По-моему, Твин Немезис как раз-таки атакующий тип. Ну да, это скорее всего атака, хотя рано или поздно он тоже устремится в центр. Он ведёт себя как Арчер Геркулес, не сильно-то и атакует. То есть просто вот он вертится, вертится и занимает центр. Поэтому, возможно, даже если окей, если даже есть баланс, допустим, то скорее всего есть и защита, и выносливость. Баланс тогда получается нет. Дальше. Легендарный Сприггер. Ну то же самое. Ну все-все бои занимают центр, короче. Понимаете, да, о чём я говорю? Вот такие новости. Ну и опять запустим Арчер Геркулеса. Из-за того, что он более тяжёлый, он сначала бегает, парень, а потом уже занимает всё-таки центр. Вот. Ну такое. И давайте я покажу вам Сприггана Реквиева. У него тут есть типа три типа драйвера, поэтому, ну как бы заявленный производителем. То есть сейчас мы точно всё узнаем. Значит, давай сначала поехали посмотрим атаку, истинную атаку Бэйблэйда в Бёрст. Вперёд! Вот это я называю атакой. Естественно, он теряет свою скорость, пока вращается. Но это нормально. Теперь поставим тип ему выносливость. Поехали. И что это? Опять атака от Сприггана? А хотя выносливость, да, по сути. Или на режиме выносливости он сначала бегает по ринг, потом занимает центр. Так что ли происходит? Ну не знаю, не знаю. Давайте дальше. Теперь тип поставим защитный ему драйвера. Ну смотрите, даже на защите он всё равно бегает по кругу. Тогда в чём разница типов Блэйдов? Да, ну короче, якобы защита и выносливость он бегает по ринг, потом встаёт в центр. А что, получается баланс? Он сразу в центре ринга должен быть? Непонятно. Давайте попробуем поменять ему режим верхней насадки. И запустим Сприггана влево. Запустим Сприггана влево на... На каком типе-то у нас драйвера? Давайте попробуем на... 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 На атаке. Оп. Ой, поломана у меня запускалка. Сейчас. Вот этой чёрненькой. Она норм. Поехали. Левосторонняя атака. Ровно то же самое, что было и в правую сторону. Ну, а кстати, Спригган на выносливости... Ну, как бы на... Сейчас покажу. Ох, и развалился. Ну, да, он в левую сторону слабенько. Спригган на вот этом драйвере на выносливости, вот эта выносливость считается у Сприггана, он на нём проигрывает. А на защите он выигрывает. Вот это вот интересно. Давайте, поехали. О, вообще началась атака. И в чём тогда разница всех этих их систем? Ну, разница между атакой, по-моему, и остальными тремя типами, понятна. Атакой резко он бегает по рингу, а на всех других типах он сначала вертится, а потом занимает центр. Что у нас по защите? Где защита у нас тут? Вот защита. Поехали. Ну, то же самое. То есть, зависимость ещё от запуска. То есть, допустим, если я сделаю, например, вот так вот. Ой, опять я разобрал. Нет, не люблю я левого стороннего Спригга, он весь разваливается у меня сразу почему-то. Очень слабенький бей в левую сторону. Сейчас я верну правый режим. И покажу вам суть, допустим, защиты. Я могу запустить бей, допустим, я его запускаю... Под наклоном, вот так вот. Смотрите, это режим защиты. То есть, всё равно продолжает атаковать. Тормози-ка. Если я запущу блейд сразу по центру ринга, попробую, мне, наверное, не получится, попробую. Он больше устремляется в центр ринга. То есть, понимаете, да, в чём проблема? Теперь давайте потестируем, например, ему выносливость. Выносливость Спригга на Реквием, допустим, против... Против кого бы тут? Давайте против Кирбеуса. Так, сейчас. Сейчас потестируем. Поехали. Я не понимаю, как работает Спригга на Реквием. Но знаю точно, что по идее на выносливости, ну, Кирбеусу он должен проиграть. Просто Форнеусу он не проиграет, Вайверуну тоже не проиграет. Ну, Геркулесу, понятно, не проиграет. А, ну, хотя, смотрите, и у Кирбеуса проблемки возникли. Ладно, давайте сразу тогда имба, Имперер Форнеус. Погнали. Ой, 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 ой. Погнали. Имперер Форнеус тоже там хотел немножко проявить себя атакующим блейдом, но занял центр рано или поздно. И сейчас, по идее, Спригган должен проиграть. Ну да, он проиграл. Теперь ставим на защиту. Вперед. И это при том, что Спригган в прошлом бою был запущен первым. Ой, вторым. А вот на защите у него уже есть шансы против Форнеус. Там в зависимости от запуска вашего соперника. Но в целом на таком типе драйвера у Сприггана есть шансы. А, ну, в целом не против Форнеуса. Ну что ж, и в финальном бою сегодняшнего вечера мы сразим Сприггана Реквима на защите Имперера Форнеуса и я вкину еще им Геркулес туда. Поехали. Геркулес вообще улетел. Немезис. Швайбра. Ну и выиграл тот, кого я запустил последним, друзья. Ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, пишите в комментариях, что думаете по поводу этого видео и вообще по поводу всякого этого, этих типов. И по поводу того, какой тип ваш самый любимый. А с вами был лучший ведущий, неугомонный Блейдер. Пока-пока.